Сейчас мы должны посмотреть, какие конкретно причины действуют на такое понятие, как женская красота и здоровье. Конкретно мы сейчас не будем говорить про функцию репродуктивной системы или, например, про функцию сердечно-сосудистой. Мы будем смотреть конкретно, какие же причины у нас есть для нарушения веса, для нарушения функции структуры волос, для нарушения функции структуры ногтей, для того, чтобы испортилась фигура. Фигура показала, где фигу, да? Вот что сделать так, чтобы она фигу-то не показывала? Итак, первая причина всех причин – психология. В данном случае психология женщины. Первая причина всех причин. Что она нам нарушит? Значит, психология мы сейчас возьмем как социальный фактор. Итак, настроение она нам испортит? Настроение она нам нарушит. Пишем. Раз. Значит, дальше. Фигуру она нам испортит? Нет. А как она может испортить фигуру? А есть начинает. А, во время стресса, да? Конечно. Ага. Значит так, скажем, как нам это назвать? Я бы сказала так, что это просто разбалансировка, разбалансировка ритма, ритма и количество питания. То есть, чтобы договориться с собой по одному из самых важных блоков по питанию, то придется договариваться с психологией. То есть, придется над собой работать в плане вот это отказать, вот это отказать. Если вам понравились вещи, ну, в смысле, если вам понравился продукт, нужно сразу взять его и выклюнуть. Потому что все, что вам нравится, либо ведет к ожирению, как говорил Матвен, либо аморально, либо безнравственно, либо ведет к ожирению. Поэтому, на самом деле, только на психологическом уровне лежит стимуляция и мотивация себя родной к поддержанию какого-то ритма питания. По поводу волос. Я бы не стала наводить связи специальные, да? Есть такой общий уровень, который называется знания. Так вот, знания о функции волос, ногтей, о функции кожи и так далее. Вот здесь нам надо знать и второе слово, совершенно уникальное, которое называется хотеть. Знать и хотеть. Если вы знаете и хотите, или хотите и знаете, то возникает третье удивительное слово. Могу и буду делать. Буду делать. Вот эта связка, она совершенно потрясающая. Почему, говорит, ты не делаешь? Не делать можно по двум причинам. Либо не хочу. Нет, такого слова не могу нет. Вот не спешите. Вот не спешите. Не делать можно по двум причинам. Либо ты не знаешь и не делаешь. Либо ты не хочешь и не делаешь. Слово не могу живет на улице не хочу. Почему ты не пьешь воду? Я не могу. А почему ты не можешь? А меня с нее слабит. Значит, ты ее просто неправильно пьешь. Ты ее пей по-другому, и тебя не будет с нее слабить. Ну, или к примеру, да? Поэтому слово не могу быть не бывает. Не бывает такого слова. Есть слово хочу или не хочу. Насколько я знаю, настолько я хочу. Если я хочу, допустим, содержать свои волосы в определенном состоянии, я буду это делать. Если я не знаю, как это делается, то все, я не буду это делать. Поэтому знаю и хочу. Знаю, вот я вам расскажу. А дальше все будет зависеть от вас. Захотите вы это или не захотите. Потому что можно знать и не делать. Почему? Не хочу. Все. Мне очень интересно, поэтому понравился Миша Летинский. У него есть такие вот вещи, просто потрясающие, когда он объясняет, например, про сетевой маркетинг. Он говорит, придет к вам друг. Ведь вы, как работаете в сетевом маркетинге? Вы хотите, чтобы все были здоровыми, красивыми и богатыми. Отличное желание. То есть вы просто молодцы. И вы хотите всем помочь это сделать. Приходит к вам друг. Проходя мимо туалета, откройте дверь, затолкните его и закройте дверь. И скажет, посиди там немножко. Через пять минут подходите, спрашивайте, ну как? Он скажет, никак. Ну посиди еще пять минут. У тебя получится, все нормально. У всех же получается, все у тебя не получится. Через десять минут его выпустить, спросите, ну как? Он скажет, никак. Почему? Я не хотела. Точно так же и здесь, да? Если человек не хочет, все бесполезно. Если человек не хочет быть красивым, здоровым, молодым, успешным, если он не хочет, чтобы у него было нормальное давление, нормальные волосы, нормальные ногти, вы ничего не сделаете. Поэтому запомните, работайте только с теми, кто хочет. Раз. Второе. Делайте это только тогда, когда вас попросят. Два. Две уникальные вещи. Пока вас не попросят, чтобы вы помогли, ваша помощь не будет оценена. Не будет оценена. Поэтому вы можете дать человеку информацию, знания, вы можете рассказать ему, как это может быть. И когда он скажет, я хочу, помоги мне это сделать. Все. Вы уже можете делать все, что, так сказать, положено. И будет и благодарность, будет и здоровье у человека, и красота, и молодость, и все, что хотите. Но если этого нет, вот если мы с психологией бы не начали, то мы с 31-го шага вернулись бы назад в психологию. А почему у него не получается? Да потому что он не хочет. Итак, это ко всему относится. К настроению, к фигуре, к волосам, к ногтям, к коже, к репродуктивной, к сенсорной и к возрасту. Хотеть, получить знания, понять, что можете и делать. Второй уровень. Питание. Питание. Глобальный уровень. Он всегда стоит на втором месте. Мне люди говорят, вот сколько мы не занимаемся, все время говорят, я говорю, с чего начнете? Человек говорит, воду пить. Это третий шаг. Третий. Первое, с чего надо начать, с бесплатного шага. Бесплатный шаг. Не кушать то, что нельзя. Кушать ни при каких условиях. Для этого не надо ни денег, для этого надо знание, информация и ум. Все. Если у человека нет ума, чтобы не пить пепси-колу, ему никакая коралловая вода мира, хоть вся коралловая вода мира, не поможет. Если он будет выпивать два стакана пепси-колы и два стакана коралловой воды, эффект будет в ноль. Поэтому первый шаг всегда к любому здоровью, к любому питанию. Вы его не перешагнете. Просто не анализируйте. Вот поверьте. У меня, говорит, там, ну я не знаю, там родственница лежит, получила инфаркт миокарда или там, ну неважно, да, лежит, лечится в больнице. Я ей принесла наши препараты. Я говорю, какие наши препараты принесла? Вот это, вот это, вот это, что ей не помогает. Я говорю, не поможет. Почему? Потому что питается она точно так же, как питалась раньше. Кушает она все тоже, она ничего не изменила, ей не поможет. Будет чуть-чуть лучше, на пять минут, на три дня, на десять дней, пока пьет. Так возникает дискредитация метода. Потому что коррекция пищевыми добавками, это коррекция питания пищевыми ингредиентами. То есть мы не кушаем их и мы не лечимся ими, а мы ими корректируем наше питание. Если у вас 80% питания мертвое, нарушенное, токсическое, без ферментов, без аминокислот, разрушенное, ну мертвое, то живыми добавками, той же самой коэнзимку 10, той же самой спирулиной, вы чуть-чуть подправите. Но коэнзимой с спирулиной вам поступило 5 грамм, а курицы вам поступило полкилограмма. Вот эти полкилограмма курицы вы никогда не вытянете вот этой таблеточкой спирулины. Вы это должны понимать. Если мы говорим про здоровье, там все еще сглаживается. Потому что человек жив, пока не умер. У него и давление более-менее пришло, и это более-менее. А если мы говорим про красоту, 100% красоты не будет. Вы можете пользоваться самой дорогой любой косметикой мира. Если вы неправильно питаетесь, ну у того, у кого есть красота, ему не надо пользоваться любой косметикой мира, она у него уже есть, эта красота, да? А тот, кто хочет, тот, кто не устраивает. Кого не устраивает, вот то, что мы написали, у кого-то слишком сухая кожа, у кого-то слишком жирная, у кого-то с растяжками, у кого-то с морщинами. То есть, если вас это не устраивает, значит, первое, с чего вы должны начать, с питанием. Мы запишем в блоке питания дефектную ведомость. По параметру кислотно-щелочной равновесия. Совершенно уникальная диета. Просто уникальная. И мы сделаем рейтинг продуктов, которые должна кушать женщина. То есть, вы его сделаете. Если вы из десяти продуктов угадаете, вот если есть такой человек, который из десяти продуктов угадает все десять, то, я не знаю, такого человека нет. То есть, в мире есть рейтинг продуктов. Это называется женский рейтинг продуктов. То есть, какие продукты должна кушать женщина на первом месте, на втором, на третьем и так далее. Это очень, кстати, интересно. Очень интересно. Заинтриговарь. Заинтриговарь, конечно, интрига. Итак, питание, да? Смотрите. Настроение с питанием связано? Сто процентов. Аминокислоты, которые балансируют гормональный уровень сенсорики человека. Триптофан, серотониновые аминокислоты, глицины, метионин, содержащие аминокислоты. Аминокислоты настроения. То есть, практически все аминокислоты только через питание. От хорошей погоды тоже бывает хорошее настроение. Но это просто тепло, солнышко, энергия. А еще должна быть материальная часть. Итак, значит, питание влияет на настроение. Раз. На фигуру влияет? 200%. То есть, фигура – это, собственно, то, что ты кушаешь. Потому что, если человек кушает много белка и неправильно, у него будет фигура, скажем так, достаточно мышечная, но не той пропорции, которая ему нужна, да? С возрастом, говорит, талия приближалась к шее. А если человек кушает много углеводов вместо белка, у него пойдет накопление жира. Вообще, на самом деле, это очень интересная вещь. Ведь что такое жир? Жир – это молекулы воды. Жир состоит из воды. Там ничего больше нет. Ничего. В жире нет ни одного другого атома, ни одной другой молекулы. Жир в человеке – это стопроцентная вода. Стопроцентная. Он сложен вот такими вот коробочками. И эти коробочки закреплены энергетическими мостиками. Поэтому, когда жир разлагается, там получается вода и углекислый газ. У него как сцепочка идут некоторые там карбонатные группы, там чуть-чуть вообще, несколько атомов. Для чего верблюду нужен вор? Для того, чтобы когда-нибудь в воды пить и получать энергию. Для чего человеку нужен жир? Для того же, для чего верблюду нужен вор? Это запас. Это запас чего? Воды и энергии. Углекислый газ, он полно в организме его. Жир – это запас воды и энергии. Так его и рассматривайте. У меня, говорит, жир от того, что я ем булочки. То жир у меня нет того, что ты ешь булочки. Жир от того, что ты съел определенное количество энергии, усвоил. Не важно, съел ты булочку или не булочку. Если ты будешь кушать вместо булочки растительное масло, лучшее, оливковое, самое, чайную ложечку, у тебя жира еще будет больше в три раза, чем от одной булочки. Потому что одна булочка молекула глюкозы дает две молекулы ТФ, а молекула жира – 32 молекулы ТФ. Понятно? Давай уже, я кушаю ничего, я кушаю только салат. Только с растительным маслом. Салата много? Салата много. Потому что сказали много зелени, а масла много тоже люблю. Все, вес будет такой, какой он есть. Я не говорю, что не надо кушать растительное масло, поймите меня правильно. Я говорю, что жир состоит из воды. Понятно, да? Это запасы воды. И запомните одну уникальную вещь. Все, кто обезвожен, будут создавать запасы воды. Запишите. Все, кто обезвожен, русским открытым текстом говорю, будут создавать запасы воды. Первая позиция. И вторая. Все, у кого не хватает энергии, будут создавать запасы энергии. Третья позиция. Все, кто чего-то боится. Повторите второе. Второе. Повторяю. Все, у кого не хватает энергии, кто не может ее регулярно получать. Если человек не ритмичный, если человек не гармоничный, если он не может нормально кушать в нормальное время. Если он то кушает, то не кушает, то одно, то другое. Если он кушает все мертвое. Пироги с капустой мертвые. Капуста отдельно. Что-то отдельно живое, к примеру. Салат из капусты живой. Пироги с капустой мертвые. Организм будет накапливать энергию на черный день. Потому что он понимает, что от вас энергии не дождешься. И третья позиция. Все, кто чего-то боится. Это свойство души. Делать запасы. Свойство души. Придите, посмотрите, сколько у вас варенья, например, в тумбочке. А потом взвесьтесь. Приблизительно разойдет пропорция. Тот, кто любит делать запасы, он будет делать всю жизнь. Тот, кто сильный, тот энергичный, тот, кто смелый, он ничего не боится. Никаких запасов не делает. Будет день, будет пища. Он не покупает сахар тоннами. Вот у меня у бабушки одна мечта, чтобы я ей мешок сахара купила. Потому что она боится остаться без варенья. Почему-то. Да? То есть, поэтому, это очень глубокая психологическая вещь. Если там ничего, кроме энергии, воды нету, так это запасы жира, запасы воды и энергии. Третье что? А третье это страх. Все, у кого есть страхи, страхи, настраивают свой организм на запасы, на внутренние запасы. Что можно запасти впрок? Только воду и энергию, больше ничего не запасешь. Все остальное уйдет. Все, кто чего-то боится, все будут находиться, это называется для организма стресс-клетки. Например, человек боится потерять любовь. Или человек боится, что ребенок попадет под машину. Мама все время в страхе живет. Вот ребенок опять пошел, он пошел в школу, а там дорога. Ну то есть, как бы, она об этом думает, там, 10 раз в день. А как ребенок перешел дорогу? Мало того, что она привлекает все, так сказать, условно говоря, все неправильные вещи, которые можно привлечь. Страх это страх. Вот у меня одна женщина говорит, вы знаете, я все время в стрессе. Я вообще вся такая нервная. Почему такая нервная? Вы знаете, я больше у меня дочь не поступит в институт. Вот она так плохо учится, я точно знаю, что она не поступит. Я говорю, сколько дочке лет? Там, 8. Так в институт, говорю, я еще через 10 лет поступать. А она, так я все равно боюсь, уже сейчас надо фундамент закладывать. Я говорю, ну так, а ну-то да с этой стороны. Так вы дочке здесь за 10 лет жизни отравите? А вы знаете, смеетесь? Вы про себя, вы про себя подумаете. За что вы боитесь? Я боюсь, что мой сын пойдет туда, то там и не вернется. Там я еще что-то боюсь, да? Я боюсь, что к тому времени, как у меня накопятся деньги, квартиры подорожают. Ну, к примеру, мы за очень многие вещи боимся. И вот это создание доминантных очагов. И организм понимает, если человек в страхе, ему нужен запас энергии. А запас энергии, он откладывается в жире. Если человек не успевает его расходовать, он 100%. И он накапливает. Поэтому это, я скажу так, лишний вес – это самая неблагодарная проблема. На втором месте после алкоголизма она стоит. И поэтому, если вы начнете свою дистрибьюторскую деятельность именно с коррекцией лишнего веса у женщин, которые мечтают похудеть, лучше начинайте, я не знаю, с коррекцией памяти у тех, кто забыл, кому должен. Это более благодарная проблема. Моглилсен, а можно вопрос? Чего-то боится накапливать лишний вес? Накапливать лишний вес. Все, у кого есть страхи, накапливают лишний вес, потому что организм делает запасы энергии. Страх – это колоссальная энергетическая вакуумная воронка. Как только человек начинает бояться, у него просто сгорает, начинает все. А организм же понимает, что их все время что-то боится. И он делает запасы резервные вот эти. Спокойный человек, он ничего не боится. Вот если человеку, так сказать, если он в гармонии живет, он никаких запасов не делает. Он спокойный, он знает, что в следующем году вырастут следующие фрукты. И так далее. Итак, питание нарушает настроение, питание нарушает фигуру. Питание недостаточное нарушает волосы. Волосы состоят из остатков минеральных веществ. То есть это, по сути дела, минеральные вещества. Ороговевшие клетки мертвые, в которые сбрасывается лишний запас минералов. Для чего-то же волосы есть, да? Для чего-то они растут. И у кого-то они хорошие, а у кого-то они плохие. У кого-то они с детства хорошие. Вот с детства идет ребенок, у него коса до пояса. А у кого-то с детства там три волоса на два пробора. То есть от чего это зависит? Ну первое, конечно, от последственности. У нас здесь вот есть еще блок наследственности. Безусловно, от последственности зависят, вот сразу пишу, чтобы не возвращаться, волосы. Но наследственность это обмен веществ, которые вам передала мама. Ну передала, передала, значит. Никто не сказал, что если у мамы жидкие волосы, у вас будут такие же. Вы можете свои волосы сделать такие, какими вы хотите. Но для этого нужно, чтобы в организме было много минеральных солей. Поэтому, если человек не получает минеральных солей, то волосы у него по-любому будут плохие. Значит, от йода они блестят. От йода. От цинка они становятся крепкими. От лецитина они становятся эластичными. Это витамины группы В. Но там не только лецитин, там биотин очень важен для волос. То есть вся группа В. То есть лецитин, группа В. Очень важна селен для волос. Это структура. Безумно важна кремний. Кремний это основа коллагеновой ткани. То есть кальций, безусловно, важен. То есть вся минеральная группа, йод, цинк, витамины группы В, кальций, селен. От этого всего зависят волосы. Если этого в организме много, и оно поступает, выходит, поступает, выходит, то волосы растут нормальные. Если этого мало, то они будут тонкие, жидкие. Но их можно укрепить. Сто процентов можно укрепить волосы, сделать их такие, как вам надо. Так, питание влияет на ногти. Абсолютно точно те же минералы, которые влияют на волосы, влияют на ногти. Количество минералов. Количество минералов. Мы сейчас делаем систематизацию. Потому что без этой систематизации бесполезно. Вот я смотрю передачу там «Малахов и Малахов», ну, к примеру, да? Вот идут, к примеру, передачи. Вот будет там три года, три года каждую неделю будут люди каждый день там идти передачей. И дают советы, советы, советы. То есть там уже, ну, просто десятки тысяч советов. Причем все советы хорошие. Хочется это, хочется это, или это хочется. Идут, вот хочется. Хочется и плашечки себе приложить. Хочется и травки попить какие-то, там, какие-то чудодействия. Хочется и массаж, хочется и точечный. Вообще все хочется, чтобы быть здоровым. Но это все невозможно. Нужна систематизация. Потому что можно отдельно позаботиться. Сегодня тут, завтра тут. Так это только красота. А у нас же еще существует общее здоровье. У нас существует сердечная система, у нас печень, у нас почки есть. У нас есть уши, у нас есть зрение. Куда бежать? Куда бежать, о чем заботиться? Если женщина красивая, ой, но слепая, тоже не очень здорово. То есть надо мало того, чтобы быть красивой, надо еще быть зрячей. Потому что, а если женщина, допустим, очень красивая, но у нее позвоночник болит, так что она просто встать не может, и на каблуки, и никак, ну какая тут красота. Поэтому женское здоровье, оно более всеобъемлющее, чем то, что мы написали. Но, раз у вас такой алгоритм внутри заявлен, что зубы, кости, волосы. Кстати, зубы мы про зубы забыли. Ну, зубы всем нужны, да? Палец, говорит, в рот не клади. И другие предметы тоже. Итак, ногти. Пишу ногти. К питанию. Сто процентов имеют. Кожа к питанию. Как вы считаете, связано? 200 процентов. Витамин Е. Витамин А. Вся группа витаминов В. Лецитин. 28 аминокислот. Это все кожа. То есть, если этого не поступает, либо это поступает мертвое, разрушенное, без ферментов, без бактерий, без нормального, то в результате кожа такая и будет. Для репродуктивной системы. Витамин А, витамин Е. Вы знаете, что радует? Радует, что одно и то же. Если бы, например, для репродуктивной был витамин А, для кожи витамины Е, для мозга витамин В, а для всех других еще по другим витаминам, то мы бы просто разорились. Но так как и для кожи витамин А, Е, и для репродуктивной системы витамин А, Е, йод, и тут йод еще попался и для этого. То есть, понимаете, какая уникальная вещь получается? Что получается, что все, чтобы мы не сделали хорошего для организма, все равно пойдет на красоту. То есть улучшит нашу красоту. Мы не только здоровее, мы еще становимся моложе, да, и красивее. Но только тот, кто будет жестко все делать. Если первый шаг питания экологическое пропустили, дефектная ведомость, можете не суетиться. Не получится. Если человек кушает не то, что надо, и не кушает того, что надо, то пищевые добавки, они смогут лишь чуть-чуть скомпенсировать. Либо менять образ жизни, либо его просто причесать. Это совершенно разные вещи. Если вы его просто причешите, то в некоторых местах у вас просто улучшится. Если вы хотите изменить себя капитально, то есть помолодеть, вернуть время назад, то менять надо будет многое. Вопрос, кто хочет? Кто хочет, тот изменит. Сто процентов. Кто хочет, тот изменит. Если он не менял до этого, может быть у него не было информации. Может быть у него не было там еще чего-то. А вот жизнь все расставит на свои места. Кто хочет, тот будет красивым. После получения информации. Надо, чтобы еще время на это не очень много ушло, потому что время нужно для другого. Итак, сенсорика. Точно так же гормоны. Цинк, селен. Возраст. Это здоровье клетки. Здоровье клетки это 28, 15, 12, 3 и 7. 28 именно кислот, 15 минералов, 12 витаминов, 3 жирные кислоты, минимальная обойма, 7 групп ферментов. Если мы говорим про возраст. Потому что возраст, возраст чей? Возраст кожи. Или возраст волос. Или возраст костей. Нет. Возраст клетки. Запомните, я все время буду двигать на клеточный уровень. Возраст клетки. Хорошая новость. Хорошая новость. Шикарная новость. Органы живут максимум 5 лет. Органы живут максимум 5 лет. Через 5 лет в органе, например, в печени, нет ни одной старой клетки. Только новые. Только молодые. Если образ жизни изменился, только здоровые. Кожа живет максимум 10-15 дней. Через 15 дней уже другая кожа. Клетки кишечника живут 3 дня. Через 3 дня уже другие клетки. Волосы растут достаточно быстро. Те, которые не выпали, вот эти длинные, они растут долго. И, может, годами расти. Но каждый день образуется новый рост волос. Те, у кого сильно жидкие волосы, например, тонкие, их можно по структуре улучшить. Те, у кого плохие ногти, через 3 месяца, через полгода у них могут быть хорошие ногти. Те, у кого много запасов, через 3 месяца, может быть, мало запасов. Уже там организм освободится. То есть, органы заменяются. Но внешность, программа построения останется та же самая. То есть, в рост вы не вырастите, если уже не выросли. Там, черты лица, они изменятся. Они могут улучшиться. Они могут убраться отечность, убраться от узловатости. Какие-то произойти изменения, да? Может, цвет чего-то изменится немножко. Например, у кого-то глаза были когда-то голубые или зеленые. Из-за зашлаковки стали серо-буро-малиново-коричневые какие-то. И когда человек начинает очищаться, у него глаза снова становятся голубыми или зелеными. То есть, чистота глаз-радужки зависит от чистоты внутренней среды организма. То есть, не изменятся только черты вашего лица. И характер не изменится. Вот еще что, да? Но на самом деле можно быть добрее. А вот здоровье тканей, упругость кожи, например, или тонус волос, или, например, кожа на руках, или, например, слоистость ногтей и так далее. Это все можно изменить. Через три месяца человек может выглядеть вообще по-другому. Вот если взять самую разрушенную женщину, вообще самую разрушенную, поместить ее на три-четыре месяца, на полгода в идеальные условия. Но, большая просьба, не путайте идеальные условия, не называйте это СПА. СПА – это не идеальные условия. Идеальные условия – это природа, это 100% натуральная еда, это 100% чистый воздух, это природа, это физический труд, это позитивные эмоции, это солнце в ограниченном количестве. Вот это называется идеальным условием. Если вы считаете, что СПА – это идеальные условия, то когда французы взяли кровь у модниц, у моделей, очень красивых, они написали статью «Вампиры умерли бы от ужаса». Потому что в крови молодых девушек до 600 химических соединений, которые попадают к нам в организм из шампуня, из скрабов, из пенок, из зубной пасты, из продуктов, из белье, из то, чем мы стираем белье, из порошков, из воды, в которой мы сидим, в которой мы, то есть в кровь сейчас попадает колоссальное количество токсинов. Все, что связано с химической косметикой, ничего, я скажу так, нужного для клетки там нет. Уход за кожей нужен, безусловно. Из всех косметик надо выбирать наиболее безопасную, наиболее мягкую, наиболее щадящую. Мы потом, когда по косметике будем говорить, мы об этом поговорим. Косметик – море. По какому принципу вы будете выбирать? Но запомните, что молодость косметика не даст. Она что-то улучшит. Мы потом напишем, что она может улучшить. Поэтому иллюзий никаких, вот так же, как выздоровление не надо путать с бессмертием, точно так же косметику не надо путать с молодостью. Вещи совершенно несовместимые. Уход нужен 100%, мы будем об этом говорить. Если, например, пользоваться прекрасной пенкой, мягкой, легкой, то это в 3000 раз лучше, чем пользоваться, например, каким-нибудь мылом, совершенно непонятными какими-то характеристиками, которые просто разрушают кожу. Все, что будет приятно, все, что будет мягко, все, что будет безопасно, можно использовать. Но не более. Все, что полезно, но не более. Если, например, мне предложат косметику, не из 7 вариантов, как наши, мне нравится наша косметика, я пользуюсь либо очень дорогой косметикой, очень дорогой, либо никакой. Вот нашу косметику я попробовала, мне она понравилась, скажу честно. И мне она понравилась знаете чем? Потому что там всего 7 наименований, 2 из них. Одну из них маску надо использовать всего раз в неделю, потому что там мало всего. Вот она мне этим понравилась. Если бы там было 33 крема на все случаи жизни, это было бы несерьезно. Минимум-миниморум. Вот это вот минимальное и достаточное, достаточно. Я отрицательно отношусь к кремам. Потому что я физиолог, я точно знаю, что через кожу внутрь кремы не проникают. И я хорошо отношусь к гелям. Потому что наша... Не потому что наша косметика, а потому что гель, так сказать, это то, что проникает в кожу и не несет ей смерть. Мы потом об этом поговорим. Итак, с питанием понятно, да? Третья причина. Вода. Вода в жизни женщины. Итак. Вода в жизни женщины. Совершенно удивительная тема. Настолько не понимают люди, просто не понимают. Вот говоришь, допустим, чему надо пить столько-то воды. Зачем? Вот у тебя сухая кожа, а что ты делаешь? Я пользуюсь увлажняющим кремом. Уровень непонимания, понятия? Никогда не будет сухая, влажная кожа у человека, который не пьет 2 литра воды. Это невозможно в принципе. Просто в принципе. Можно пользоваться одним кремом, можно пользоваться 333-мя увлажняющими кремами. На мертвой коже, на мертвой коже не задержите ни каплю воды. Сегодня она набрала кожу, если труп, например, поместить в речку, он разбухнет. Но если потом вытащить, он отдаст ее назад. Точно так же, если на кожу намазать крем увлажняющий, создастся защитная пленочка. Но как был этот мертвый слой кожи, так он не останется. Поэтому, все, что относится к воде, настроение, зависит от воды на 100%. Как только теряется 5-10% воды в головном мозге, это возникает депрессия. Если эта вода становится кислой, возникает глубокая депрессия. Поэтому, как говорят, что некому перед смертью будет стакан воды падать. Может быть и смерть отмирится. Мне надо было проработать 10-15 лет на скорой помощи, чтобы понять, что кроме воды спасти человека нечем. Щелочная вода соленая, внутривенная, в количестве литр-полтора, и человек жив. Даже если он собрался уже умирать. То есть, а говорить о молодости без воды вообще не имеет смысла. Просто не имеет смысла. Сухая кожа. Сухие волосы. Это все относится к женской красоте. Записывайте. Запоры. Это все относится к женской коже. Сухие пятки, растрескавшиеся. Морщины. Обезвоживание. Глубоких слоев кожи. Чем глубже морщины, тем глубже обезвоживание. Никакими кремами, никакие морщины поднять нельзя. Надолго. Можно поднять за месяц на 45%. Но если прекратить этим пользоваться, то через месяц эти 45% возьмут свое. В мире косметики продается ежегодно на 11 миллиардов долларов. Здесь есть две стороны. Первая сторона, это люди, которые покупают эту косметику. И хотят быть молодыми, красивыми и здоровыми. И вторая половина, это те, которые продают эту косметику. Как вы думаете, кто выигрывает? Естественно. Если ты пользуешься кремом, и он тебе помогает от морщин, что-то, где-то, как-то, то ты должен пользоваться им всю оставшуюся жизнь. Потому что как только ты им перестаешь пользоваться, морщины возвращаются в том же объеме, на то же место, в ту же самую черточку. Поэтому надо пользоваться косметикой хорошей, элитной, но надо параллельно, изнутри все это нормализовывать. А вода это 100%. Итак, качество воды влияет. Качество и количество. У воды больше ничего нету. Качество и количество. Количество это 2 литра. Летом это может быть 3 литра. А вообще это 40 миллилитров на килограмм веса. Вы весите 100 килограмм, кто-нибудь из вас. Значит, вы должны выпивать 40 миллиграмм на килограмм веса. Более 3 литров. Ну, 4 может быть не надо, но более 3 литров. Причем, выпивать надо сразу после того, как человек сходил в туалет по-маленькому. Это оптимальный режим, изумительный режим. Я это вам еще не говорила, говорю сейчас. Оптимальный режим пить сразу после того, как сходили в туалет. Тогда не будет обезвоживания. Потому что, если вы сейчас сходили в туалет, избавились от пол-литра воды, а выпили через 4 часа, организм все это фиолетово сбросил пол-литра воды. Количество выделенной воды должно быть тут же восстановлено. Совершенно удивительная вещь, которую я совершенно недавно нашла. Вот только в этом случае организм не испытывает, иначе он будет испытывать, называется, интермитирующая жажда. Вода ушла, человек все хочет, 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 хочет пить некогда, некогда, некогда. Потом, когда жажда стала настолько, что начала разрушаться поджелудочная железа, и ферменты пошли в кровь, появилась сухость во рту. Человек только вспомнил, что он решил пить. Возьмите себе за правило, сходил в туалет по-маленькому, сразу выпить столько, сколько ты выделил. Ну, приблизительно 200 грамм, 250, там сколько. Тогда в организме будет постоянно поддерживаться оптимальный баланс. Если вы делаете каким-то другим образом, в воде очень трудно отбалансироваться. Потому что спрашивают, когда пить? Как пить? Если в туалет не ходили, вас не полезет. А вот если сходили в туалет, сразу раз, можно восполнить. Это называется восполнение состава потерянной жидкости. Считайте так, что плохая жидкость у вас ушла, на ее место в этот же момент должна начать поступать хорошая. Итак, вода влияет на строение, вода влияет на фигуру, напишите запас воды, жир. Вода влияет на волосы. Сухие, ломкие, слоящиеся, тусклые волосы, как правило, обезвоженные, без достаточного количества йода, хрома, цинка, селена. Это уже питание, мы отсюда уже прошли момент, да? Ногти. Сухие, расслаивающиеся ногти. Сухие, расслаивающиеся ногти. Мутные. Говорят о обезвоживании внутри суставных бассейнов. Внутри сустава движется жидкость. Эта жидкость должна быть идеально чистая. Чистая, прозрачная, определенной концентрации, без грибов. Без бактерий, без вирусов. Она должна быть очень-очень тонко организована. Тогда ногти будут идеальной формы, хорошего состава, хорошего качества. Они не будут слоиться, они не будут ломаться, они будут крепки. В ней должно быть достаточное количество кальция, хрома, магния, минералов, плюс витамины. Тогда ногти будут такие, какие вы хотите. Если жидкости обезвожены, возникает, кроме артрита, артроза, остеохондроза и так далее, возникает еще такой дефект, как плохие ногти. Кожа. Вода и кожа это стопроцентно. Просто корреляция. Сколько воды, столько кожи. Как только лишняя морщина, значит, вы выпарили воду. Самый большой враг кожи это солнце. Более серьезного врага у кожи нет, потому что солнце раскладывает внутриклеточную воду на свободные радикалы. Под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже в глубоких слоях образуется свободно-радикальное окисление. То есть вода делится на АШ и ОАШ. Свободный радикал под названием водород с плюсом уничтожает ферменты, гормоны защиты и энергию клеток кожи. Поэтому хуже, чем солнце, может быть только, может быть, холод. Когда за счет спазма сосудов идет нарушение питания кожи. Печень стремится всяческим путем защитить ультрафиолетовую кожу от проникновения ультрафиолетовых лучей. Для этого нарабатывает пигмент, меланин, который является загаром. Поэтому все, кто ходят в солярии, совершают страшную ошибку, за которую будут платить всю оставшуюся жизнь. Если раньше, 5 лет назад или 7 лет назад, я говорила, что по одной минуточке можно, то сейчас, когда я вижу, каждый день ко мне обращается 1-2 раковых больных. Каждый день. Рак молочной железы, рак кожи и так далее. Я бы сказала так. Я против солярия в принципе. Как ученый, как врач, который в медицине не один год. А средства автозагара? Средства автозагара это засорение верхних слоев кожи химическими и абсолютно неполезными для кожи вещами. Я считаю, что можно на какие-то отдельные участки тела, ну может быть на ноги, которые там, или что-то, легкие какие-то средства, если это нужно. Я бы сказала так, что того, что мы ходим по солнцу, достаточно для того, чтобы была определенная степень защиты. Для того, кто работает на солнце, например, на даче, здесь не вопрос, надо работать, ну тут никуда не денешься. Да, значит кожа будет защищаться более сильно. Но загорать на пляже, я скажу так, вот с точки зрения того, что когда приходит человек, говорит, помогите, рак молочной железы, лучше бы ты не загорал всю предыдущую жизнь. Потому что сказать больше нечего. Загар является одним из средств и способов заболеть раком. Это доказано. Это доказано всем. Я, конечно, понимаю, что очень красиво смотрятся белые стринги на шоколадной попке. Безумно сексуально. Но, так сказать, все, кто приезжают из Турции, из Египта, и все, кто вели там неправильный солнечный режим, имеют возможность любую мастопатию, самую элементарную, любую эрозию шейки матки, любую кисту яичника, любую попеломку под грудью, на груди, незначительную, перевести в серьезную метастазирующую канцерогенную опухоль. Если в матке развиваются саркомы, это тяжелейшие опухоли, то на коже развиваются тоже достаточно серьезные вещи, хотя кожа лечится, но, ну, я скажу так, это опасно. Вопрос, какая цель? Кому вы хотите понравиться? Кому нужны вот эти полосочки, там, где, так сказать, вы их себе делаете? И вопрос, изменит ли это как-то вашу жизнь? Потому что того, что мы находимся на солнце 12 часов, достаточно. Мы же не можем не находиться на солнце, поэтому нет необходимости облучаться добавочно. Меня никто теперь не может убедить, что солярия – это хорошо. Зимой, если, так сказать, вы поехали куда-то кататься, там, на лыжах или загорели, так получилось, но это оправдано, потому что вы так жили. А если ходить в солярий, то это глупо. Это глупо. Солярий проникает без защиты. Он идет под углом, от которого организм невозможно защитить. Что там? А за счет чего загар получается? Ну, лапша на ушах. Лапша на ушах, по полной программе. То есть, самый страшный враг для клетки – это солнечная радиация. Солнце – это наше спасение. Солнце, воздух и вода – это лучшие наши друзья. Но, вот вы вышли на улицу, все, вы под солнцем. Для этого не надо раздеваться до гола. Я скажу так, вот если они бегают, то они бегают, пусть бегают. Им надо, чтобы у них было в организме достаточно бета-каротина, их нужно правильно кормить. Каждый ребенок должен пивать стакан морковного сока. Мы когда про питание сейчас будем говорить, мы это… То есть, вот убирать детей, так сказать, куда-то в подвалы не надо, они будут бегать. Речь идет о принудительном загаре для женщин. Да? То есть, пусть ребенок, ради бога. Другое дело, что он обязательно должен быть под зонтиком, у него обязательно должна быть панамка. Обязательно, потому что ребенок не носит солнечные очки. У него просто разрушаете нервную систему. Если ребенок на воде сидит без очков и без панамки, то у мамы в голове нет вообще ничего. Никаких знаний, никакого разумения. Потому что идет облучение колоссальное сетчатки глаза, а это, по сути дела, мозга. Почему вы сами все сидите в очках, а у вас дети без очков? Что за глупость? Почему мексиканцы, почему у них шляпа вот такая? Не для красоты. Потому что вот такая шляпа отсекает солнечные лучи, а вот такая шляпа не отсекает солнечные лучи. И почему у вас ребенок в косынке? Он может быть в шляпе. В солнечно-защитной шляпе. С большими полями. Раньше у якутов у них ужасное солнце. У них были очки с прорезями, вот с такими. Деревянные очки с маленькими дырочками. У них и глаза из-за этого узкие. Что постоянно, так сказать, человек защищал глаза от солнца. Это очень-очень важно. Не пользуйтесь никогда дешевыми очками, потеряете зрение. Потому что темное стекло, зрачки расширяются, солнце проникает на сетчатку глаза и разрушает ее. Очки должны быть с ультрафиолетовой защитой. А у ребенка должна быть широкополая шляпа по максимуму. Он должен быть как гриб. Солнце не должно проникать ему в глаза никаким образом. Потому что я когда начинала работать 25 лет назад, детей в очках не было. Не было детей в очках. Ни одного. У нас в классе было два мальчика, у которых было плохое зрение. Им очки делались на заказ. Ну что-то такое. Потому что даже детских оправ не производили. Сейчас каждый пятый ребенок в очках. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы вообще не знаем физиологии зрения. Это очень все серьезно. Дальше идем. Вода в репродуктивной системе. Связь только с клеткой идет. То есть чем больше пьешь, тем больше рожаешь. Нет такой связи. Это происходит от другого. Но во всяком случае, состояние нервной системы точно зависит. И состояние гормональных органов. Сенсорика. Это эмоции и возраст. Мы не заболеваем. Мы высыхаем. Старость. Это потеря. Межклеточной. Внутриклеточной. Жидкости. В крови как было 5,5 литров. Так и останется 4,5. Кровь тоже гущается. А вот клетки, что называется, обезводятся. То есть как у нас сморщивается кожа на лице, так же у нас сморщивается сердце. Так же у нас сморщивается печень. Так же сморщивается матка, яичники. Скукоживаются. У вас как гормональное нарушение. У человека идет массивное глобальное обезвоживание, загисление, интоксикация и потеря функций. Если ребенка стукнуть по попке, приятно стукнуть. Потрогать приятно. Если бабушку стукнуть по попке, эффект уже немножечко не такой. Поэтому стукните себя по попке перед зеркалом. Посмотрите, как долго она будет вибрировать. Засетите время. И у вас появится желание улучшить тургор ткани. Тургор ткани – это вода и коллаген. Это водное насыщение белка. Нет другого. Это водное насыщение белка. Вот есть такой белок, который называется коллаген. Он устроен так. В нем аминокислоты и вода. И он ровный. И кожа упругая. Она на каркасе. Хоть на филейных частях, хоть на лице, хоть где. Хоть подбородок. Можно, конечно, затянуть тут хвостиком. Но тогда рот переедет сюда. Ну, на самом деле. Просто артисты. Вообще просто артисты. А вот если вода ушла, если вода ушла, то этот белок становится уже вот таким вот. Сморщенным. Ну, каким кремом ему нужно вернуть жизнь? Его можно только напитать. И только изнутри его можно напитать. Но еще важно что? Вода входит и выходит. И попадая в клетку. Потому что у организма нет энергии. С этой водой бороться. Она плохая. Она холодная. Если она холодная, ее надо нагреть. Это энергия. Если она горячая, ее надо остудить. Это энергия. Если она кислая, ее надо щелочить. Это энергия. Если она жесткая, ее надо умягчить. Это энергия. Если она густая, ее надо разжижить. Это энергия. Если в ней бактерии, их надо убить. Это энергия. Мы все время теряем энергию. В 20 лет этой энергии достаточно. В 50 уже нет. И организм не дано ее эту воду. Если у человека в голове ничего нет, ему не поможет это. Стакан коралловой воды. Потому что либо меняете образ жизни, образ мысли, образ действий. Либо попили стакан воды и пописали. Тоже можно. Но при этом небо молодеет. Вот я, кстати, смотрю, что меня радует. Я знаю людей 7 лет назад. И многие реально стали красивее. Я даже соврать, да? Многие реально стали красивее. Моложе. То есть время идет, вот, казахский лидер. Ну, как же я его было? Нет, нет, нет. Из Алматы. Нобикова. Сталина Величко. Совершенно удивительная женщина. Она, когда вышла на сцену первый раз в Литвах, она говорит, старая я уже была и больная. Я говорю, не хочу. Это я уже была. Я говорю, теперь хочу быть молодой и здоровой. И она действительно через, буквально через год, через полтора, через два, она просто изменилась. Вообще другой человек. Оптимистичный, уверенный в себе. Тут пенсионерка, там, так сказать, с большим стажем. Не в собес не пошла, не в рай не отправилась. Живет, зарабатывает. То есть огромная структура, огромная структура. И только и вот выдающийся человек выдает добро. Направо, налево выдает только добро. Оптимизм, надежду. Как говорят, мы на фабриках делаем косметику, но продаем мы в магазинах надежду. Надежду быть красивой, обворожительной, сексуальной, с хорошей кожей, с хорошими волосами. А когда женщине говоришь, воды побольше пейте. А она говорит, да, у меня кремы там французские. Понимаешь, что у нее в голове, так сказать, недостаток воды серьезный. Просто уже там за два дня уже бесполезно. Усохли мозги уже процентов на 30. То есть если человек думает, что через кожу он ведет всю ту жидкость, которую он не допил годами. То есть надо начинать решительно. Выделил, назад верни. В организме ничего не бывает так. Отдал и не вернул. За все надо платить. Вот за все наше, за всю нашу глупость. За все наше незнание. За все наше невежество, медицинское какое-то. Вы понимаете, что происходит? Мы учим, мы учим детей. Двигателем внутреннего сгорания. Второй закон термодинамики только сейчас поняла, что если вокруг болота у тебя температура 100 градусов, то постепенно твоя температура сравняется с этим болотом. Если ты туда энергию шарахаешь, она назад не возвращается. Постепенно. Вот так вот. Теперь я поняла, что такое второй закон термодинамики. А когда мне это объясняли, вот если вокруг вас мертвые люди, мертвые, которым вы отдаёте свою энергию, то она плавно у них перетечет, и у вас останется ровно половина. Если вы не можете где ее взять. Вот это второй закон термодинамики. Мы детей обучаем математике, астрономии, астрологии. Мы обучаем их таким наукам, что они там знают, куда там царь вступил, кого, чего, что. Вот умники и умницы. Смотришь, просто в шок приходишь. Да господи, ребенок стоит весь в прыщах, с ног до головы, с тремя волосами на голове, вот такой вот, вот таким вот позвоночником. И рассказывают, что там Екатерина, там, прекрасно, что девочка умная. Но ее бы лучше научили питаться, лучше бы ее научили вместе с этим. Никто не говорит, что дети должны быть глупые. Дети должны быть умные, красивые, они должны быть сильные, они должны быть здоровые. Это в первую очередь. Поэтому с самого детского сада надо учить детей пить воду, питаться, надо учить двигаться. И, конечно, тогда, когда у ребенка нет гайморита, когда он дышит ртом, какой ему лев толстой, Иоанна Каренина, если он носом дышать не может. Сидит и шмыгает носом. Я когда шмыгающего ребенка вижу, мне хочется маму просто вообще посадить на первый ряд. Чтобы она хоть что-нибудь поняла, что почему у ребенка сопли из носа, типа бесконечные, бесконечные сопли. Понимаете? Бесконечные. Что делать? Хороший вопрос. Паразитарное. Так, что делать? Разобрать там в голове у мамы. Наладить ребенку питание. Поить ему щелочной горячей коралловой водой. Дальше идем. Разобраться с А, Б, В, Г, Д. Паразиты. Паразиты. Паразиты это грибы. Грибы влияют сразу на волосы. Влияют первых сто процентов. На кожу влияют все экземы, все нейродермиты. Все, что связано, треснуло, зашелушилось, отвалилось, облучивается, потекло. Все относится только к грибам. Бактерии. Все, что является. Прыщ, гнойник, фурунку, карбунку, флегмон, стрептодермия. Это все бактерии. Вирусы это те же самые пузыри, но только там корь, краснуха, ветрянка, инфекционные уже. То есть А, Б, В, Г, Д, Мир разрушает. И настроение. Потому что, ну не может девочка, покрытая прыщами с ног до головы, ну не может она быть в хорошем настроении. Но она выходит на нее, смотрят тысячи подростков, она идет и думает, какая она с этими прыщами, как она выглядит. Неужели у нас не хватает ума наладить ей алгоритм, по которому она не у косметолога будет торчать с утра до ночи, выдавливать эти прыщи, а восстановить свою кровь, восстановить свою лимфу. Вы же умные люди, у вас же есть подростки в вашем ближайшем, так сказать, окружении. Это элементарно, паразитарные программы, противогрибковые, противовирусные, противобактериальные, противопаразитарные. То есть если у человека глисты, да хоть острицы, вот некоторые начинают чистить себя, и у них выходят то, ну полутора, двух килограмм остриц за несколько дней. Но как эта масса может внутри находясь не портить наш организм? Конечно она нам все там испортит. Какие могут быть под глазами синяки, там отеки, одутловатости, когда такая армия живет у нас внутри. Причем существует один удивительный алгоритм. А я три года назад проходил паразитарную программу. А что ты три года назад руки что ли начал мыть? Или в ресторан горе стал ходить, или что? Или морковку начал не об штаны вытирать, а мыть что ли? Как вытирал морковку об штаны, так и вытираешь. А чем удобряешь? Навозом, естественно. Поэтому паразитарная программа, она не имеет смысла, если она была проведена три года назад. Она имеет смысл только в том случае, если она проводится регулярно. Как только чувствуете, что у ребенка потекло из носа, ну, к примеру, если ребенок, или у себя там что-то, как только появилась аллергия, как только появились какие-то кожные проблемы, первое, с чего надо начать, психология, потом еда, потом вода, а потом паразитарная программа. То есть не с головатой надо начинать, а сначала с чистых паразитарных программ два раза в год. Пусть они будут легкие, пусть они будут включать один чеснок, вот чисто профилактически, по две штуки три раза. Изумительное состояние. Чеснок это препарат против старости. У него около ста действий полезных для организма, включая мощнейшее паразитологическое средство. Ведь раньше одной диетой, одной диетой люди полностью налаживали противопаразитарную санацию. Вот в Индии. У них диета такая, что, ну, я не знаю, пряности, острости, вот это все. Это все для чего? Для того, чтобы паразитам было некомфортно. И у нас была такая же диета. У нас был хрен, у нас была гвоздика, у нас был имбирь. То есть в русской кухне все было. Сейчас куда все делать? Как в том анекдоте. Говорит, Изя, помнишь, где бочка стояла в воде с красной и крови с черной? Кому помешали? Я говорю, понять не могу. Сколько лет стояли? Кому помешали? Так же и тут. Куда все это делать? Чеснок сейчас не едим, лук не едим. Ну, то есть мы не едим практически никаких специй. Если бы индусы не ели кари, свое вот это вот, если бы корейцы не ели, если бы китайцы не ели вот этих приправ, у них же все натуральное. А натуральное это значит, вирусы, бактерии, грибы и паразиты, они умнее нас тысячу раз. Они, в отличие от нас, едят только натуральное. Не бывает иллюзий. Если виноград не кушает грибок, его не надо кушать нам, он отравленный. Если яблоки не червивые и не портятся, лежат годами, значит они отравленные, значит они каким-то образом, дустом, чем-то хлороформом обработаны. Потому что иначе бы сто желающих нашлось на них, и они бы их съели. Все, что не пропадает, не гниет, не портится, обработано. И мы это съедаем. В результате от нашей красоты остается пшик да маленько. Пшик да маленько. Итак, АБВГД. А дальше идет медицина. Пожалуйста, можно попортить кожу так, что никогда не восстановите. Можно такие препараты принимать, что волосы облезут все до одного. Можно так подлечиться, что ногти расслоятся от мочегонных препаратов. Человек начинает принимать мочегонные препараты, он начинает расслоиться и разрушаться ногти. То есть я уже не говорю о настроении, не говорю уже о других функциях. То есть медикаменты это сложно. Наследственность. Ну вот наследственность, как бы жертвами прикидываться не надо. Если мама толстая, к примеру, или полная, или, к примеру, какая-то фигура у мамы была не такая, как бы вам хотелось. Ну вот яблоко от яблони никуда не укатится. Но вы должны понять, что делаете вы себя сами. И начинаете делать вы себя сами приблизительно 16 лет. Поэтому, какие бы у мамы не были дефекты в виде веса, в виде чего-то, что-то, вы за свой организм отвечаете ровно сами. И при нормальном питании, при нормальной голове, все можно улучшить. Сколиоз можно исправить. Мышцы можно накачать. Вес можно отрегулировать. Волосы можно укрепить. Ногти можно отрастить новые. Ну и так далее, и так далее. Поэтому за вас никто не отвечает. Вот у меня мама полная, а я тоже полная. Все, я ничего не буду делать, потому что, ну, это бесполезно. Мама всю жизнь такая, вот и я всю жизнь буду такая. Если тебя устраивает, будь всю жизнь такая. Нормально. Если не устраивает, начинай собой заниматься. Движение. Недостаток движения. Сразу вес. На все остальное, как бы, не могу сказать, что напрямую влияет, например, на волосы, да? Но на вес точно влияет, гипотинамия. Вредные привычки. Ну, вредные привычки это глобально. Тот, кто курит, ничего не сделаете. Кожа через быстрое количество лет придет в негодность. Вот что хотите, то и думайте. Те места, которые у женщины раньше были заняты сексом, у курящей женщины в 50 лет будут заняты раком. Доказано. Даже не вызывает сомнения. Гинекология 100% связана. То есть не каждая курящая женщина получит рак. Может получить абсолютно не курящая, но взаимосвязь есть. Рак легких в 7 раз чаще встречается у курящих людей. В 7 раз. Рак молочной железы, рак яичника, рак матки, рак шейки матки у курящих женщин в разы чаще. Статистику, когда сама говорю, сама не верю. И там я прочитала доклад американской ассоциации, что 100 лет назад раком болел 1 человек из 100. 50 лет назад раком болел 1 человек из 50. В настоящее время болеет 1 из 6-8. Ну, после. Даже не после определенного возраста. Это равномерно. Потому что детей с лейкозами сейчас огромное количество. Через 10-15 лет раком будет болеть каждый третий. Доклад американской комиссии. Каждый третий. Так что рак живет только в кислой среде. То есть это, в общем-то, условия для возникновения раковой клетки. Это известный условие. То есть что получается? Биоэнергетика осталась, экология, время. Из привычек и травмы. Время это 100% хороший доктор, но очень плохой косметолог. Травмы не сильно влияют на красоту женщины. Ну, я имею в виду не имеющие последствия. Экология, конечно, влияет на качество организма. Биоэнергетика влияет на качество нервной системы. Вредные привычки влияют на все. То есть вот по причинно-следственным кругом. То есть глобальный, абсолютно глобальный механизм. Психология, питание, вода и паразиты. Что детская онкология? По статистике? Почему детская онкология? По тем же самым причинам. Просто у детей онкология сразу идет на уничтожение. У детей редко бывает, например, рак желудка. У детей в основном страдают жизненно важные органы, потому что иммунитет ребенка еще не настолько крепкий, чтобы защититься. Рак крови, рак лимфы, рак костного мозга и опухоли головы. Просто колоссальная. Я недавно была на Каширке, обследовала человека. И это город смертников. Просто у меня после посещения Каширки была, в общем-то, такая даже депрессивная ситуация. Там ходят вот эти маленькие детки, ходят с размеченными лучевыми полями. Смотреть на это просто невозможно. Но больше всего, что меня поразило, что там все ходят и пьют натуральные соки. Там на каждом этаже очень много точек с натуральными соками. Морковный сок. Там этого достаточно. Там этого достаточно. Но это должно быть не там. Это должно быть тут. Это должно быть дома. Это должно быть в садиках. Это должно быть в школах. Это должно быть в магазинах. Когда в онкологическом диспансере это поздно Это на 5-10 лет позже, чем это нужно 90% людей, которые там лечатся, им помочь уже, скажем так, продлить хотя бы жизнь Из них огромное количество детей, причем дети начиная с грудного возраста И когда до мамы дойдут, что сок-то надо было пить Вот когда ребенок был еще здоров И не загорать, вот про то, что вы говорите Потому что когда они туда попадают, если спросить, что они делали Они делают то же самое, что делаете вы сейчас Едят, загорают, пьют сок из магазинов, едят чипсы, пьют пепсиколу и так далее, и так далее То, что мы напишем, то, что нельзя в дефектной ведомости делать Мы взяли тему красота и здоровье, да? Но истинная красота это истинное здоровье Это истинное здоровье Не важно какой разрез глаз, не важно какой цвет глаз Здоровый организм, он счастливый организм Независимо от формы тела и от национальности и от всего остального Поэтому я хочу, чтобы вы шли системно Можно ухазывать за отдельно взятой правой ногой, если она вам очень нравится Можно за филейными частями там намазывать их кремом каждый день Массировать, еще что-нибудь делать Можно взвешивать себя Каждый день, вот утром встал, взвесился Опять полкилорг Если вас носят на руках каждый день с утра до ночи То для вас это принципиально 76 или 82 Это принципиально Если вас каждый день не носят на руках Может нет смысла каждый день взвешиваться Может просто вы готовитесь, что вас понесут? Тогда меньше всего на вес будут смотреть Между прочим, по-настоящему занятый, активный, счастливый человек не знает, сколько он весит Вот он спрашивает, сколько ты весит? Я не знаю, потому что у меня некогда взвешиваться Хорошо, чтобы вам было некогда взвешиваться Чтобы у вас было столько радости в жизни Столько энергии, столько дел Ну просто радостных дел, которые вам нравятся Чтобы вам некогда было взвешиваться И портить себе настроение по поводу двух килограмм лишних Или четырех Лишнего ничего в организме нет Все нужно Все нужно Вот эта вот схема Она позволит вам расписать алгоритм Утром встал, съел то-то, то-то, то-то Не съел это, выбросил это Это никогда больше не покупает Сделал вот так вот Это надо один раз в жизни сделать Один раз Договориться с собой, что вот это нет Потому что нельзя А вот это вот, потому что Этого нет сейчас Ничего страшного, заменю чем-то другим Не бывает красоты волос отдельно Поверьте Не бывает Не бывает У женщины, у которой изумительно красивые волосы Но начинается опухоль молочной железы Она готова все поднять Она готова сейчас же на лысо обстричься Вот готова сразу на лысо обстричься Пойти только вывернуть ту молочную железу В которой образовалась опухоль И которую она 24-часовым дезодорантом 15 лет перед этим уничтожала Потому что в температуру 30 градусов дезодорант Это смерть для молочной железы Вот что хочется, чтобы вы поняли Красота — это понятие интегративное Интегративное Все можно улучшить Все можно улучшить Если правильно поставить точку Вот точку угла, с которого будем смотреть Либо мы здоровые и красивые Либо мы просто красивые Вот это вот совершенно разные вещи Потому что когда мне говорят, что ботокс Причем пишут Я ничего плохого против косметологов не имею Я когда кого-то ругаю, я не кого-то лично ругаю То есть я ругаю пространство, которое не слышит, не видит Которое уничтожает людей под собой Ботокс — это ботулизм Это страшный яд Нейротоксический яд Это страшный микроб Который, если попадает в организм Он разрушает связь мышечного волокна с нервным волокном Вот этот вот синапс, при помощи которого у нас происходит управление нашими органами И когда мне косметологи говорят, что процедура ботокса Они пишут так красиво Процедура ботокса — это прерывание нервно-мышечного импульса Для того, чтобы не образовывались мимические морщины Я понимаю, как врач, что это отравление Уничтожение синаптических переходов между нервной и мышечной тканью Это паралич Чистое русское честное слово Паралич мышц То есть человек улыбается, а мышцы парализованы И раз существует гомеопатия То любая вот часть этого ботокса может оторваться и пойти в глазодвигательный нерв И человек окривеет, окосеет, ослепнет, оглохнет Есть случаи смертельные Когда, так сказать, от микродоз Ботулотоксической вакцины Люди практически теряли здоровье на всю оставшуюся жизнь Вот я не знаю, знаешь ты или нет У кого же это было? По-моему, во Владивостоке Когда я была Света мне кошка Принесла У тебя, ты была, по-моему, да, тогда? Лизочка Значит, принесла девушку на руках Девочка весила 38 килограмм Просто Муж ее принес на руках Посадил и говорит Ольга Алексеевна Я вот вспоминаю меня прямо аж турно Говорит, помогите чем-нибудь Я говорю, а что случилось? Откуда у вас такой глубокий инвалид? У меня, когда жене исполнилось 40 лет Она себе сделала укол с губы Сделала два укола Всего лишь Подарок себе на 40 лет И у нее началось тяжелейшее деминализирующее заболевание Что она практически за два года Нормальная, красивая, изумительно красивая женщина Он просто вот ее принес, она растеянная Он посадил ее в кресло Говорит, помогите Я говорю Чем? Чем? Укол красоты Поэтому, когда вам что-то рекомендуют Подколоть, пришить, отрезать, переместить, затянуть То есть, вы должны реально понимать Ради чего Конечно, безусловно, существуют хорошие косметические хирурги Безусловно Но химия всегда будет химией Яды всегда будут ядами Клетка всегда будет сопротивляться Она никогда не пропустит в организм чужеродное вещество Не грудь, которая сделана при помощи силикона Так сказать, за все будут платить Все будут платить И супермодели, и так далее, и так далее, и так далее То есть, если какая-то часть успеха Если ради этого стоит Это ваше решение, это ваш выбор Подумайте о тех, кто за вами идет О ваших детях, о ваших внуках, о невестках Вот об этом подумайте Потому что сейчас стандарты красоты другие И когда мы смотрим на Памело Андерсон Все понимаем, но когда у нее уже пятая операция По силиконовому наполнению И когда читаешь статистику, как сотни людей умирают От того, что капсула с силиконом прохудилась Или еще что-то Силикон попал в кровь и люди начинают просто умирать на ходу То есть, это называется побочное, так сказать, действие операции То есть, красота красоте рознь Красота должна быть физиологическая Она должна быть здоровая красота Она не должна быть смертельно опасная для жизни Пожалуйста, ради бога, любая подтяжка, никаких проблем Но не должно быть смертельно опасно для жизни То есть, объем операции, выбор вот этого всего Он должен быть очень осознанным Для этого надо собрать всю информацию Все, что было об этом Тогда вы будете защищены хоть более-менее И когда, так сказать, я работаю в целевом пространстве с женщинами Я понимаю, что женщина Я говорю, вот вы купили, допустим, такую красивую шубу У вас была цель такая Да, кому понравится Ну, там, я не знаю, там, мужчинам на работе или что-то такое Нет, говорит, у меня была цель понравиться мужу А я говорю, что же вы дома в грязном халате ходите Ваш муж в шубе не видит Вы мужу понравитесь не в грязных тапочках, а в грязном халате А в норговой шубе вы ему не понравитесь Вы только его раздражать будете, потому что он вам эту шубу и купит То есть вы же говорите, соображайте, если вы хотите кому-то другому понравиться То это да, действительно Вас увидеть в норговой шубе, вы, может быть, понравитесь Но если, как бы, нет таких планов далеко идущих Значит, надо Все должно быть Еще раз скажу это слово Адекватно Адекватно действительности Адекватно вашему доходу Адекватно общечеловеческим ценностям Адекватно тому, что, так сказать, если вы не стали в 20 лет балериной, то в 50 уже не станете Да и не надо, зачем? Кроме балерин есть еще прекрасные специальности Например, лидер сетевого маркетинга Потрясающая специальность Все просто и все понятно Зачем нам быть балеринами? Мы будем арабскими скикунами сетевого маркетинга Итак, 12 констант здоровья Те, на которые мы будем ориентироваться Что человек здоров, что женщина здоровая Кстати, мы диск, тот, который в прошлый раз было, записали Он называется 12 констант здоровья И те, кто попробовал его уже Он очень хорошо работает, потому что проще уже вообще ничего не бывает Система это более низкая ступень Константы это более высокая ступень Поэтому эту тему, если вы хотите кому-то что-то регулировать Вы должны отсюда начинать Какие константы влияют на состояние женского организма, на красоту? Итак, первая константа – артериальное давление В общем биологическом виде, да? Безусловно, к красоте, вот так напрямую, никакого отношения не имеет Число дыхательных движений Уровень кислорода в крови Число сердечных сокращений Гемоглобин Билирубин Билирубин Полтора литра мочи определенного качества Вес Константа Рост плюс-минус Десять килограмм Сахар крови ПХ Количество лейкоцитов Температура 36,6 И количество холестерина Вот это 12 жизненно важных констант Завтра мы с вами будем разбирать новую тему, которой еще нигде не было Механизмы восстановления 12 констант Механизмы восстановления 12 констант Не лечение заболеваний, да? А давление, проблема А дышка, проблема Аритмия, проблема То есть будем восстанавливать их учиться Сегодня мы затронем То, что касается Непосредственно женского организма Вот в данном случае То, что влияет на красоту Это все касается женского организма Но что влияет на красоту На красоту очень влияет ПХ И на красоту очень влияет гормональный статус То есть по сути дела это вес получается По сути дела это вес Я вам сейчас расскажу, что такое ПХ И каким образом Можно Разработать диету С точки зрения Оптимального кислотно-челочного баланса Если мы возьмем иерархию Иерархия это значит Кто на первом месте, кто на 12 То конечно вес не будет на первом месте На первом месте будет Кислородно-водородный показатель Это ПХ То есть это основа жизни Это китайский иньян Количество кислорода Количество водорода Есть Молекула воды Которая называется H2O Минус 2 заряженный кислород И положительные атомы водорода При любой диссоциации При любой диссоциации То есть Удар светом Удар звуком Удар тряской По воде я имею ввиду Происходит деление Вода делится всегда вот таким образом Положительно заряженный ион водорода И отрицательно заряженная гидроксильная группа Существует закон жизни Наша кровь соленая Солоноватая Мы вообще солоноватые Солоноватая это щелочь Потому что натрия это щелочной минерал Люди определили линейку То есть шкалу PH Единица 7 это нейтраль 14 это щелочь Здесь располагаются Кислоты Здесь располагаются Щелочи Что такое кислоты? Кислоты это когда больше Водородных положительно заряженных атомов Щелочи Это когда больше Гидросильных групп Жизнь находится В параметре 7-43 максимум Это от 7-40 до 7-43 Это норма жизни 7-1 это смерть Смерть По неустановленным причинам Срежечной сосудикой недостаточно Водород Является Одним из Сильных радикалов Клетка Организма человека Состоит Из двух Белковых мембран И одной Холестериновой Ненасыщенные Жирные кислоты Образуют на клетке Отрицательный заряд Ненасыщенные Жирные кислоты Класса Омега-3 Образуют на клетке Отрицательный заряд И все питательные Вещества Которые вы смотрели В фильме Проникают в клетку Путем разности Потенциалов Проходят сюда Отдают энергию Вода проходит сюда Отдает энергию Вот тут вот Структурированная вода 100% 100% структурированная вода В межклеточном веществе Заряжена Минус 50 Клетка заряжена Больше Минус 100 Здесь происходит Обмен Все свободные Радикалы Токсические У нас существует 240 групп Канцерогенов Групп Не 240 канцерогенов А 240 групп Канцерогенов И они все Заряжены Положительно Они садятся На мембрану клетки Окисляют ее Липиды То есть холестерин И клетка Умирает Кислота Это Разрушитель Клетки Коза ностра Убивает человека Нет трупа Нет преступления Кладет его В серную кислоту Через один день В бане серной кислотой Только серная кислота Ничего больше нету Ни трупа Ни костей Ничего Хотите проверить Возьмите стакан Копсиколы Положите туда Кусок мяса Стейк Или что-нибудь Или печень Через сутки Там ничего не будет Хотите посерьезнее проверить Возьмите ноготь Положите Через три дня Там ноготь не будет Хотите еще посерьезнее Зуб возьмите Молочный положить Через неделю Там зуба не будет Будет только пепсикола Кислоты Кислотность пепсиколы 2,5 Есть кислотность Еще ближе к единице То есть Кислота Разрушает клетку Свободные Радикал Под названием Водород Является Самым мощным Убийцей в организме Как только Умерла клетка Это может быть клетка Кожи Это может быть клетка Щитовидной железы Поджелудочной Да хоть клетка Глаза Процесс везде Единый 90% еды Которую мы кушаем Является кислой 90% еды Которую мы кушаем В данный момент Китайцы кушают 50 на 50 От них и яй 90% еды Кислой И 95% Напитков Кислые С преобладанием С преобладанием Водородного Показателя С преобладанием Водородного Показателя Кислым является Чай Компот Какао Пиво Кофе Минеральная вода Слабо минеральная Сильно минеральная Сок из магазинов Весь кислый Что мы еще пьем Квас Вино Водка щелочная Коньяк кислый Все кислое Щелочное молоко И водка Кислый Все кислое Я сейчас Не про вкусный Суданский чай Поймите правильно Я сейчас Про водородный Ион Вот это понятно Водородный Ион Уничтожает Клетку Клетка называется Свободное Радикальное Окисление Липидов Смерть Химики Собрать не дадут Существует Несколько Щелочных Минералов Кальций Натрий Магний Калий И железо Ну еще марганец есть Но его мало очень Это практически Даже о нем говорить не будет Для вас это существует С железом попрошу не работать С железом вы работать не сможете Потому что Ну это достаточно сложный Минерал Ведущий себя Для вас существует Четыре щелочных Минерала Кальций Натрий Магний И калий Кальций Находится В костях И связках Натрий Находится Преимущественно В почках И в клетках Калий Находится В сосудах И тканях И магний Находится В сосудах Натрий С калием Является Антагонистами Они друг друга Не любят Чем больше одного Тем меньше другого Они взаимовытесняют Старость Это Обезвоживание И потеря Щелочной Группы Минералов Потеря Кальция Называется Астеопороз Потеря Натрия Называется Почечная Глубокая Дисфункция Потеря Магния Сосудистая Глубокая Дисфункция И потеря Калия Остановка Сердца Чтобы Перебороть Всю эту Еду Вот эту Всю еду В день Поступает Один Килограмм Кислой Еды Это так Скромно Скромно То есть Вы притаитесь Там внутри Себя Потому что Кто-то Один килограмм Съедает За раз Я в день Это так Сказала Еще Кто-то За раз Съедает Один килограмм Не будем Показывать Пальцами Так как В том анекдоте Не будем Бить По наглой Рыжей морде Тот Кто съедает Дольше Килограмма В день Тот Знает Сам И выпивает Два литра Кислых Напитков Получается Три килограмма Из которых Два литра Кислот При этом Это могут Быть Хорошие Кислоты Я вас Помоляю Это может Смородина Это может Быть апельсиновый Столк Это может Быть Крыжовник Это могут Быть Сплошные Витамины Это может Быть вообще Все что угодно Я сейчас Говорю Про водородный Ион Который Называется Положительно Заряженный Водород Вы мне Можете Два дня Рассказывать Как это Вкусно Свежий Апельсиновый Сок Я скажу Да Прекрасно Вы мне Можете Два дня Рассказывать Как это Вкусно Мясо На гриле Прекрасно И рыба На гриле Тоже Супер И орехи Это тоже Все Вкусно Это все Кислоты Это все При расщеплении Дает Кислые Остатки Я вам После еды Буду рассказывать Основную Суть Сейчас я Завтравлю Потом Вы пойдете Покушаете А потом Вам будет Мучительно Больно За то Что вы съели Все секреты Я вам расскажу Позже Мы просто Не успеем Питание Сейчас расскажу Теорию А потом После обеда Поэтому лучше Сразу Не ешьте Много Итак Если Кровь Кровь Причем Щелочная Не только Кровь Щелочная Лимфа Щелочная Межклеточная Жидкость Щелочная Спинно-мозговая Жидкость Щелочной Кишечный Сок Все Жидкости Организма Кроме Мочи И слез Щелочные И пота У организма Существует Два Механизма Выведения Первый Механизм Моча 5,5 Или 6 И второй Механизм Пот Третий Механизм Слезы Больше Кислотам Деться Некуда Либо Либо Они будут Погашены Мы берем Соду Мы берем Уксус В уксус Мы сыплем Соду Получается Пшит Углекислый Газ Ни соды Ни уксуса А этот Углекислый Газ У нас Пироги Поднимает Но это Лучше Чем Дрожжи Я вам Скажу Потому что Лучше Углекислым Газом Подниматься Чем Дрожжами Так вот Если Кислотно-щелочное Равновесие Крови На одну Секунду Двинулось Вниз К 7 И 3 Опасной Зоне Организм Мгновенно Начинает Доставать Щелочные Резервы Запасы Кальцием Берет из костей Натрием Берет из почек Либо Вам селедички Хочется соленькое Либо огурчика Поднимите руки Кто любит Малосольные огурцы Правильно Все любят Все любят Малосольные огурцы Потому что В них немножко соли Если огурец соленый Там много соли Поэтому соленый огурец Съешь один А малосольный Съешь там 33 Потому что Вот кто любит Вообще Кто любит соленое Тот закислен Вот так вот Прямо скажу Кто любит соленое Тот закислен Щелочь тоже плохо Выше 7,40 На 3 Не должно подниматься Если например Будет 8 Человек тоже умрет Граница жизни 7,1 7,4 Интервал практически нулевой Очень мало Щелочные минералы Поступая в кровь Образуют основания И им надо Надо По жизненным показаниям Вот этот вот Гидроксильный ион Без него Они не сделают Щелочной буфер Одна молекула кальция Не ощелочит кровь Она вынуждена Искать в крови Отрицательно заряженную Гидроксильную группировку Цепляться К ней получается Там кальций О, аж дважды Ну и так далее Уже не будем по формулам Запасы идут внутренние Потому что внешние запасы Этих минералов Работают плохо Сначала внешнее Должно стать внутренним Если вы бросите Например кусок мела В стакан Ничего не произойдет Он не растворяется в воде А тот кальций Который был в костях Он уже был когда-то растворен Поэтому он растворяется в воде Там все очень хитро продумано Так вот Те, кто долго живет Японцы Китайцы Индусы У них баланс пищи Баланс пищи 50 на 50 Инь Янь 50% кислой 50% щелочной Еды 50% кислой 50% щелочной А у нас? А у нас 99% кислой И 1% щелочной Сейчас мы с вами По щелочным продуктам поговорим И вы сами сможете для себя составить Сколько, какой процент Вашей личной щелочной еды Другое дело Что вы об этом может быть не знали Тогда вас это Отответственности не освобождает Потому что платить вы будете по счетам Будете платить диабетам Ракам Потерей молодости Потерей красоты Потерей здоровья Вы будете платить за незнание За незнание химии Которую вас в детстве учили в школе За незнание щелочных минералов За незнание основ питания Но если вы после Академии будете неправильно питаться Вы уже знаете Значит вы просто не хотите Быть красивыми и долго жить Вот здесь ответственность Она не на мне Ответственность на вас Это совершенно удивительная вещь. Снять с себя ответственность. Я раньше не понимала, что я делаю на сцене. Я не понимала, что я делаю на сцене. Я профессиональный врач, которому очередь на год вперед расписана. За любые деньги. Просто. Человек говорит, просто. О цене даже речи нет. Только примите. Я понимаю, что я со своей любимой работы ушла на преподавание. Это не моя основная деятельность. Но я поняла, что когда я работаю врачом, ответственность за жизнь больного лежит на мне. А обучить я его не могу. Поэтому мне надо ответственность за его жизнь нести на своей жизни. А ответственность можно переложить, даст человеку информацию, обучив его. За вашу жизнь ответственность вы будете нести сами. Ни один врач не возьмет ответственность за вашу жизнь, за вашу красоту, за вашу здоровье. Это не надо никому. Это нужно только вам. Если вам это надо. Очень серьезная вещь. Думайте. Думайте, потому что когда вы приходите к этим доктором, помогите, доктор говорит, извините, поздно. Вот чтобы никогда вам так не говорили. Потому что, ну это реальная совершенно позиция. Кислотно-щелочной баланс надо будет регулировать не тогда, когда люди в онкологии пьют морковный сок. А сейчас, когда еще можно его отрегулировать, чтобы туда не попасть. Вот это совершенно четкая позиция. Итак, есть еще удивительный минерал кремний, который по себе, являясь кислым металлом, кислым минералом, соединяясь с некоторыми основаниями, приобретает щелочную функцию. То есть он ведет себя, как слабая-слабая кислота, но может выступать в роли очень сильного ощелачивателя. Потому что он имеет возможность присоединить к себе огромное количество вот этих щелочных группировок. Ни одну, ни две, а просто пакеты. И это называется микрогидрокластер. Нанокластер там. Вот то, что у нас называется микрогидрин. Почему микрогидрин, соль микрогидрина, да? Кремния, по сути дела, органического, обладает мощнейшим ощелачивающим действием, какого нет в природе нигде из органики. Потому что кремний совершенно потрясающий микроэлемент. У него очень много свободных ячеек для того, чтобы присоединить вот эти вот гидрофобные, вот эти вот, ажо-гидроксильные группировочки. Поэтому он выдвинут на Нобелевскую премию. У нас в России нет ни одного ощелачивателя, кроме изотонического раствора 0,9% натрий-хлора, который мы капаем внутривенно. Пожалуйста, никаких вопросов. Кто-нибудь ощелачивается так, мы ощелачим принудительно. На ременционном столе, либо в корее скорой помощи, либо в приемном покое, отделении. Полтора литра натрий-хлор внутривенно. Ощелачивание, если успеют спасти, значит, ощелачивание произошло. Если не успеют, родственникам скажут, извините, слишком закислено. Мы соду перед смертью внутривенно капаем. Соду. Чтобы спасти человеку жизнь. Это очень серьезная тема. С этой темой никто не работает. С ней работают либо реаниматологи на ременционном столе, либо гемосфузиологи. Поднимите руку, кто знает PH своей крови. Я знаю. Вот я об этом, да? Вес вы все знаете, вплоть до миллиграмма. Каждый миллиграмм на учете. Каждый. Сколько весит одна нога, сколько весит другая, все знаем. Существуют важные константы, важные параметры. Они заданы Богом.